Всем привет! Сегодня у нас очередная серия распаковки. В этот раз у меня две посылки, и там должны быть очень крутые вещи, очень необычные. Сейчас мы это все распакуем, посмотрим, что же там внутри. Итак, у нас есть две посылки. Давайте сначала вскроем, наверное, вот эту посылку, посмотрим, что там внутри. И это egg-таймер. Сейчас достану его. Что такое egg-таймер? Это такое устройство, которое помогает определить степень готовности яиц. Возможно, вы любите яйца вкрутую, возможно, вы любите яйца в смятку. И, например, я знаю, что если я варю одно яйцо, оно будет вариться, например, 5 минут для того, чтобы оно было в смятку. А если я варю 10 яиц, мне уже надо как-то по-другому считать, сколько надо в минутах варить. А так я положил egg-таймер. Он в зависимости от температуры воды меняет свой цвет. И в зависимости от того, как он поменял свой цвет, я могу определить, какая степень готовности у яиц. Мы его обязательно испытаем в отдельных видео. Проверим, насколько он продик. Теперь берем тогда объектив с прищепкой и надеваем его на камеру телефона. Вот так это делается. И у нас, получается, увеличился угол камеры. Идея. Теперь берем тогда объектив с прищепкой и надеваем его на камеру телефона. И у нас, получается, увеличился угол камеры. Идея. Очень-очень чуть-чуть увеличился угол. Это объектив для того, чтобы увеличить угол камеры. Есть вот еще фишай-объектив. Он точно должен очень хорошо увеличивать угол. Да, ну и фишай, он есть фишай. Он очень круто увеличивает угол. И все получается очень круто. Да, я сейчас даже сниму чуть-чуть на телефон, чтобы показать, насколько увеличивается радиус. Вот это я снимаю с объективом, который дает широкий угол. То есть это не фишай, это называется просто широкий угол. А вот это без него. Действительно работает, в принципе. Вот это фишай. Сейчас пробую его сдвинуть так, чтобы не было никаких рамок. Ну вот, когда я снимаю с фишай, чуть-чуть есть черные рамки. Вот здесь видно, с этой стороны нет. Если подвинуть чуть-чуть, то с другой стороны появится. То есть когда я снимаю на фишай, рамки в любом случае будут черные. Просто посмотрите, насколько увеличивается угол. Вот это с ним, вот это без него. Я вот этот объектив, который поменьше, с огромным трудом разобрал. Он состоит из двух частей. Вот это вот макрообъектив такой малюсенький. Стоит из одной линзы. Его мы вкручиваем вот сюда, в прищепку. И теперь надеваем на телефон. По идее, у меня телефон сейчас должен снимать макро. Давайте это проверим. Давайте попробуем рассмотреть купюру. У меня уже было видео, где я делал макрообъектив для телефона из капли воды. Теперь мы попробуем настоящий макрообъектив китайский. И проверим, насколько он хорошо работает. Сейчас будет съемка с телефона. Вот мы рассматриваем купюру. Очень хорошо тут видно цифры, которые написаны. Сейчас покажу, какие они мелкие. Вот эти полоски, которые идут на 100-рублевую купюру сверху, на самом деле там написано 100. Вот с макрообъективом это можно рассмотреть. Тут внизу, кстати, тоже есть полоска. Давайте посмотрим, что написано. Вот видно. ЦБР100. Центральный банк России 100. Вот тоже. А так выглядит, как просто полоски. Все-таки макрообъектив действительно работает. Раньше я уже покупал китайский фиша-объектив. Вот такой. Он крепится на телефон при помощи магнита. То есть на телефон клеится кольцо металлическое. Потом вот тут есть магнит очень мощный. Неодимый, скорее всего. И он так крепится на телефон. Но проблема в том, что это кольцо очень хорошо держится с магнитом, но очень плохо клеится на телефон. Суперклеем не хочу приклеить, потому что не хочется все-таки телефон портить этим кольцом. А линза не держится. Поэтому я вот решил купить другую линзу с прищепкой. Ну, как раз получается набор из трех линз. Еще вот такой классный мешочек идет. То есть вот это товар и советую. Действительно очень качественно, очень классно все сделано. Ну, на счет качественно, конечно, не факт, но оно работает. А, кстати, забыл крючек надеть. Ладно. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя серия распаковок. В этот раз были довольно необычные товары. Кстати, тест этого эктаймера я сделаю позже. Отдельное видео, где я буду его тестировать, насколько оно правдивое. Также ссылки на эти товары, на эктаймеры, на линзы для фотоаппарата, для телефона. Внизу есть эти товары на сайте Алиэкспресс. Так что, если вам видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. И как только мне придет новая посылка, я обязательно распакую и расскажу свои впечатления об этом товаре. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok